Елена Александровна примерно дюжину раз в месяц ходит на дни рождения. Почти всегда к незнакомым людям. Почти всегда именинники разменяли десятый десяток. Елена Александровна, начальник соцзащиты, с самыми старшими жителями Ленинского района знакомится лично. Можно к вам в гости? Да, даже нужно. Спасибо. Вот и в конце ноября, вооружившись цветами и теплым подарком, приехала к очередному имениннику. Мы искренне гордимся поколением Великой Отечественной, на долю которого выпали и серьезные испытания, и великие триумфы. Поздравления от президента. Юбиляра коренные видновчане, те, что постарше, конечно, узнали. Маргарита Николаевна Агатова, 95. Войну прошла военврачом, да и потом всю жизнь в строю докторов. Китель тяжелый, как и сама жизнь. Везде воевала, везде сама. Я везде сама была. Как-то ни на кого не надеялась. Всегда была сама и всегда была одна. У меня семьи не было. Поэтому у меня главное было всегда мама. А о чем-нибудь сожалеете? Что детей нет. Надо было родить просто, как мне сказать, одной. И одной воспитывать. Вот и все. Как сейчас делают женщины. И делают правильно. Не надеясь на мужиков. Это удивительно добрый, чуткий человек. Она в любую трудную минуту поможет. Моральная поддержка от нее большая. Послевоенная жизнь Маргариты Николаевны прошла в Видном. Старшим врачом призывной комиссии, просто врачом. Врачом в Сухановском доме отдыха. На пенсию не торопилась. Ушла почти в 75. За 5 лет до столетия из дома не выходит. Видится только с семьей племянницы. Я одна растила ребенка. Мама у меня умерла. Она еще маленькая была. Но вот моя тетушка, ей было уже 80. Она довольно часто приезжала. Помогала мне с ребенком. Осталась на целый день практически. Живите честно. Не хитрите. Не мудрите. И все придет. Это с высоты прожитых лет. Пожалуй, это первая мудрость, о которой каждому в детстве рассказывает мама. И иногда, чтобы понять, надо прожить целую жизнь. Татьяна Кременецкая, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.